По информации главного санитарного врача, который мы узнали из средств массовой информации, зафиксирован в Одесской области первый случай инфицирования коронавируса. И тут же пошел большой поток информации, домыслов, слухов и кривотолков. Это сегодня то, что может посеять и панику. Любой дефицит информации, ее искажение играет нам не на руку и не на руку всем, кто сегодня работает. И мешает работе. Я хочу всем сегодня, одесситам, тем, кто нас слушает, а слушает, наверное, всем, и услышит, сказать, что да, действительно, сегодня проверяем информацию. Почему проверяем, вы сейчас поймете. Прибывший из Соединенных Штатов Америки гражданин, который является гражданином этой страны, прибыл по маршруту Нью-Йорк, Вена, Вена, Киев, и потом на машине прибыл в Одессу, в Одесскую область, в Фонтанку. Нами буквально за короткий промежуток времени установлены весь маршрут перемещения и посещение всех мест. Мало того, установлены и, естественно, рейсы, место в самолете. Эти все данные мы передаем для обработки. Что касается самого человека. Пошли слухи о том, что он вне связи, прячется и недоступен. Я хочу, чтобы вы понимали, мы в контакте с этим человеком, в телефонном контакте с этим человеком. Он помогает восстановить информацию и рассказать, где он был, с кем он контактировал. По той информации, которая сегодня есть, контактов было немного, но, по крайней мере, в Одессе он находился в Фонтанке на самоизоляции. Все перемещения мы сейчас устанавливаем, и уже большая часть их есть. И будем действовать согласно нашего протокола, нашего плана, городского плана мероприятия. У нас четко прописаны все пункты и все разделы. Первый раздел, я вам напомню, касался предотвращения распространения, и мы его четко отрабатывали. Второй раздел нашего городского плана звучит заходы при выявлении первого пациента с подтвержденным вырослой инфекцией. Поэтому считаю, что мы должны были негайно, то есть срочно собраться для того, чтобы освежить память и посмотреть, что же нам необходимо делать. В случае выявления. Да, еще дополнительно хочу сказать, что самочувствие у этого человека удовлетворительное. Он не чувствует никакого там температуры и нет на сегодняшний день, по крайней мере, по той информации, которую у нас мы располагаем. Абсолютно чувствует себя здоровым, но на термине, по терминологии медицинских работников, медицины, состояние удовлетворительное. Уважаемые коллеги, помимо этого, хочу остановиться на наших планах. В втором разделе городского плана. Первый пункт – госпитализация форова, инфицированного. Этим занимаются сейчас лабораторный центр, санитарный врач и все подразделения, которые у нас были прописаны по алгоритму действий. Я передал сейчас все контакты этого человека руководителю национальной полиции в Одесской области. С ним связались по телефону для того, чтобы прекратить вот этот шантаж или рассказы в прессе, в соцсетях, что человек прячется, из него невозможно найти, чуть ли в розыск не собираюсь объявлять человека. То есть это все сейчас отрабатывается. Госпитализация отрабатывается. Следующее. Установление контактов. Я вам уже сказал, что этим вопросом мы занимаемся последние полтора часа. И информируем для принятия мер и проведения дезинфекции. И по месту жительства, и возможных контактов. Проинформируем там, где этот человек был. Еще раз скажу, что не так много, по нашим данным, сегодня было перемещений в Одессе. Во всяком случае, в общественном транспорте, насколько мы знаем, не пользовался. Есть машина. То есть контакта в таких массовых местах мы не видим. Следующий пункт. Члены семьи или совместно проживающие. Также все сейчас отрабатывается. Все поставлены в известность. И естественно будет реакция о том, что мы обязаны в самое кратчайшее время провести тестирование. Что будут делать соответствующие службы. Следующее. Соседи. Соседи по подъезду или по месту жительства. Контакты есть. Люди предупреждаются, предупреждены. И отрабатывается. Были ли контакты. Как были. Все это отрабатывается. Также соседи по богатоквартирному дому. Коллектив на работе. На работе не был. Поэтому этот пункт также будем отрабатывать. Предупреждены все родственники. Кто был в контакте. И также уже дальше по цепочке отрабатываются и контакты. Либо на работе, либо в местах общественного значения. Это все отрабатывается. Вся информация собирается. И вот эта вот вся логистика перемещений и контактов. Она также отрабатывается и будет дана в соответствующие органы. В основном, в плане действий, вы видите, что мы сейчас отрабатываем это. Необходимо нам в кратчайшие сроки сделать и предупредить тех людей, которые, возможно, были в контакте. Ушли прямо сейчас, немедленно, на самоизоляцию. Находились дома. Павел Владимирович, всех людей, которые сегодня будут определены как контакты после наших разговоров, прошу взять телефоны и в телефонном режиме срочно предупредить, что они обязаны уйти на самоизоляцию, оставаться дома. Прошу наше подразделение, департамент здравоохранения, сообщить это в лабораторию. Для того, чтобы были взяты, в первую очередь, заборы всех анализов, проб или тестирование проведено. Тесты, вы знаете, мы с Максимом, губернатором, с Максимом Васильевичем провели брифинг в город пришли тесты, как пришли в лабораторный центр, это ПЦР-тесты, так и пришли экспресс-тесты. В город Одессу передали порядка двух тысяч тестов экспресс-тестов, и на лабораторный центр тоже, по-моему, где-то в этом по количеству, чуть больше двух тысяч. То есть проблем с тестированием, с определением у нас нет. Поскольку ПЦР-тесты пришли в Одессу, значительно сокращается время. Мы не тратим время на транспортировку и на доставку в Киев, и ждем ответа из Киева. Поэтому они будут гораздо быстрее сделаны. Всем, кто знает, и у всех был план наших действий при втором этапе, к сожалению, сегодня он наступил, значит, все должны действовать слаженно, каждый, все прописано, кто как действует и какие взаимодействия должны быть. Я прошу всех придерживаться нашего плана, неукоснительно выполнять все, что там предусмотрено. Это первое, что я хотел сказать, самое важное.